здравствуйте еще раз значит сегодня мы собираемся закончить часть относящихся к Байсом Грёбнера так я вам расскажу про немножко про алгоритм Бухбергера так то есть прошлый раз мы узнали критерий Бухбергера мы узнали что вот если у нас есть многочлены ну g1 gs из k от x1 xn так и значит и как узнать когда они образуют базис Грёбнера вот критерий Бухбергера сейчас мы ответим на вопрос который Даня задал в прошлый раз значит критерий Бухбергера состоит в следующем что g1 gs базис Грёбнера базис Грёбнера значит идеала идеала и порожденного g1 gs значит чтобы это проверить достаточно проверить что это к тому что все s многочлены все s многочлены редуцируются к нулю значит ну вот вопрос был в том значит что значит в каком смысле редуцируется да ресеркс к нулю при помощи вот самого этого базиса вопрос был в каком смысле редуцируется то есть делением с остатком значит в каком ну как мы знаем мы еще не знаем что это байс Грёбнер и поэтому почему-то получатся разные остатки а потому что на самом деле Даня вот я даю ответ на ваш вопрос значит на самом деле есть ли мы значит проанализируем тот и качество которое было рассказано в прошлый раз то можно смотреть не на остатки а можно смотреть вот на что выражается ли этот многочлен как значит линейная комбинация многочленов g1 gs с коэффициентами в кольце многочленов но такая линейная комбинация у которой все старшие члены не больше чем старший член вот этого это снимает вопрос об остатках вообще согласна да так то есть это значит что выражается выражается и до качестве доказано ровно это выражается потому что мы все время убираем старший член за счет соотношений в которых понимаете да в которых у нас нет ничего больше чем этот старший член значит выражается как h1 f1 плюс и так далее плюс hs gs gs где все старшие члены значит h1 и g 2 × ги была не старше чем вот старший член То есть это значит, что независимо от того, проверили вы или не проверили базис Грёбнера, так это от порядка деления не зависит, и ровно это использовалось в доказательстве. Это дает алгоритм для нахождения базиса Грёбнера, который в точности является совместным обобщением алгоритма Гаусса и алгоритма Эвклида. Значит, алгоритм Эвклида и алгоритм Гаусса. Так, значит, они оба обобщаются в алгоритм Бауссбергера, который работает следующим образом. Значит, в простейшем виде он работает следующим образом. Но сейчас мы увидим, что этот простейший вид, он очень огорсителен уже просто даже для многочленов от двух переменных. Значит, алгоритм Бауссбергера выглядит так. Вот у нас есть F1, значит, Fs какие-то, значит, многочлены из K от X1, Xn. И мы хотим достроить до базиса Грёбнера идеала И, порожденного этими многочленами. Вот, ну и, значит, простейшее, это просто добавлять, значит, добавлять СФИТФЮТ, если старший член вот этого дела, новый, то есть не принадлежит старший маном СФИФЮТ, не принадлежит, значит, идеалу, порожденному старшими маномами F1, Fs. Ну, а потом заменять F1, Fs на полученное и продолжать. Так, ну, этот процесс, значит, поскольку при этом каждый раз идеал, порожденный старшими маномами, растет, этот процесс оборвется на конечном шаге по теореме Гильберта о базисе. Понятно, да? Так, ну, вот, значит, тут простейший пример, который я взял из книжки Кокса, значит, Литла и Оши. Оши, оказывается, переводится на русский так, хотя по, значит, по-ирландски написано в четыре буквы. С-Х-И-Эй. Как вы прочли бы? Да, вы просто ЩИИ даже не читали. Я не уверен, да? Вот я совершенно не уверен. Я совершенно не уверен, как это читается по-ирландски, понимаете? По-ирландски они читают, вообще говоря, гласную в гласную. Что написано, так и читается. Вот, значит, пример такой. Пример, который показывает, что на самом деле это все дело нужно, как бы, хорошо бы как-то оптимизировать. Вот посмотрим просто на кольцо многочтайна по двух переменных, относительно деглекс. Значит, вот на самом деле известно, что, как правило, и сегодня мы узнаем об этом кое-что, совершенно поразительное. На этом, пожалуй, и закончим. Значит, как правило, деглекс гораздо эффективнее для вычислений, чем все остальное. Вот там еще важен порядок переменных, тоже играет роль. Так, но гораздо меньшую, чем то, что мы вначале, значит, смотрим на степени. Так, и вначале мы добавляем многочлены с самой маленькой степенью, вот S-многочлена, старшего члена. Понимаете, да? Потому что больше шансов, что на многочлены с маленькой степенью больше разделятся. Так, вот. Но вот пример просто простейший. Значит, идеал, порожденный двумя многочленами, вот такими. Так, и, значит, когда вы посмотрите, что происходит для этого случая, так вы поймете, что, значит, в общем случае просто будет расти, ну, длина этого алгоритма будет, если ничего не делать, если так вот без всякой оптимизации, очень велика, во-первых. Так, ну и, значит, здесь вы не увидите, что степени растут, а потом я приведу пример того, что степени растут. Так, значит, вот давайте применять этот алгоритм, значит, как здесь он написан, без всякой оптимизации. Так, ну вот считаем SF1F2. SF1F2, это, значит, вот у нас старшие члены, да, очевидно, значит, значит, у на х куб минус 2у минус х на х квадрат у минус 2у квадрат плюс х. Так, ну кто быстро считает, значит, вот это сокращается, потом минус 2у квадрат плюс 2у квадрат тоже сокращается. Я правильно написал, да? x, y, значит, x, y сокращается, значит, остается минус х квадрат. Ну понятно, что минус можно не писать, и можно взять, значит, F3 равным x квадрат, то есть x квадрат принадлежит и. Так, ну x квадрат по модулю старших членов, значит, F1F2 не редуцируется, но более того, удивительным образом он и не редуцирует никаких членов здесь. Поэтому на этом шаге оптимизация тоже бы еще... А, он делит x куб. А, да-да-да-да-да, то есть, значит, но мы их не можем элиминировать, потому что... Почему мы их не можем элиминировать? А, значит... Почему бы... Ну ясно, что F3 порождает другое дело. Потому что идеал старших членов, он... А, ну, совсем не будет, но он может заменить их на меньшей степени, или мы не хотим? Можем, но... Ну, вот это будет оптимизация алгоритма. А если, значит, то есть на самом деле, на самом деле, вы абсолютно правы. То есть, так как, значит, на самом деле нужно поступать, нужно взять и редуцировать это по модуле x квадрата, это по модуле x квадрата. И здесь останется старший член, значит, x, x, y, ну, после того, как мы на скаляру умножим, да, а здесь останется старший член x квадрата. И вот это уже будет то, что нужно. То есть, значит, ну, x квадрат плюс что-то. Минус x пополам, да. Так, вот это вот уже будет базис Гребнера этого идеала. То есть, на самом деле, и будет равно x квадрат, x, y, y квадрат минус x пополам. Так, вот. Но пока мы этого не делаем. Так, как, значит, что здесь предлагается? А, здесь предлагается, значит, начинать считать дальше. Начинать считать дальше. Начинать считать, значит, f1 с f3 равен нулю, а f2 с f3... Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё? Не нулю. f1 с f3 равен как раз вот этому, да? Равен, чему там, 2... Ну, и остальные все уже будут равны нулю. Вот. Ну, и отсюда видно, что на самом деле нам не нужно вот это считать. А нам нужно просто, как только мы добавили один многочлен, его редуцировать по моду для предыдущих, а потом предыдущий редуцировать по моду для него. Так, и тогда, значит, редуцировав предыдущий по моду для него, мы видим, мы получим вот эти вот многочлены, те, которые мы так бы получили, считая s многочлены, и это было бы существенно дольше. Редукция гораздо быстрее. Так, то есть вот это вот f3, f4 и f5. Так, но, значит, то есть если не производить упрощений, то там считать и считать. Ну, здесь вот мы сортовали с двух многочленов. Теперь представьте себе, что у нас их там, ну, хотя бы там, хотя бы три от трех переменных. Ну, и давайте, сколько у вас там будет делений. Вот, значит, то есть на самом деле оптимизация здесь состоит в следующем. В том, что, значит, основная проблема всей этой науки, это то, что, когда вы начинаете фактически считать, ну, для любых примеров, вот не таких крошечных примеров от двух переменных, да, так, а для реальных примеров, значит, то основная проблема это вот что. Значит, разбухание, рост степеней, рост количества образующих, так и, извините, рост коэффициентов, особенно в промежуточных результатах. То есть вы стартуете с, значит, многочленов с целыми коэффициентами, и внезапно возникают, когда вы пытаетесь их нормировать, там, огромные знаменатели совершенно. Так, то есть, значит, это основная проблема всей этой науки была. Я не знаю, как сейчас там, они это оптимизируют, или просто больше стало памяти у компьютеров и так далее. Но, в общем, основное практическое ограничение раньше это было не быстродействие, а именно память. То есть промежуточные результаты никуда не помещались. Вот, хотя, значит, быстродействие тоже, потому что, так, ну, то есть, чтобы это ускорить, нужно, во-первых, а, редуцировать на каждом шаге, нужно выбирать, значит, такую пару, для которой наибольший общий делитель, значит, для ускорения. Значит, во-первых, во-первых, значит, выбирать пару, для которой наибольший общий делитель старших членов наименьший и, во-вторых, редуцировать на каждом шаге. И больше общий делитель. Да. Наименьший общий кратный. А, как это, значит, least common multiple и largest common divisor, greatest common divisor, да, GCD. Greatest common divisor. Вот. Редуцировать на каждом шаге. То есть, не считать сразу все, значит, S-многочлены, какие есть, да, а посчитать один, его редуцировать по модуле предыдущих, а потом, так сказать, убрать в предыдущих все члены, которые делятся на его старшие члены. Понятно, да? И вот, значит, и только потом смотреть на следующий. Среди того, что получилось, снова выбирать то, для чего наименьшее и добавлять по одному. Так, вот это, значит, существенно это дело ускоряет, но принципиально ускорить не может. Вот почему. Потому что, значит, потому что степени растут и коэффициенты растут. Вот. В 82-м году товарищи Майер и Мейер, одного из них я знаю, он в Мюнхене, так, они, значит, доказали следующее, что, вот если вы стартуете с многочленов, таких, у которых вот все эти степени не больше, чем, не больше, чем D. Так, и вы начинаете строить, значит, базис Грюбнера. Так, и вы получите, они привели примеры того, что можно получить, степени, степени элементов Байеса Грюбнера порядка 2 в степени 2 в степени d. Правда, радует, да? с какой скоростью 2 в степени 2 в степени d стремится к бесконечности, когда d стремится к бесконечности. Действительно, все не так плохо, потому что, потому что это специально придуманные примеры. Вот я не знаю, рассказывал вам Эдуард Алексеевич в теории сложности алгоритмов, что на самом деле важна не сложность алгоритма в худших случаях для практических применений, а важна сложность алгоритма средней. Так, то есть вы берете, значит, вот это принципиальный момент, который совершенно нам не встречался вот в курсе, значит, алгебры, то есть мы знаем, что, скажем, вырожденные матрицы это исключение, почти любая матрица не вырождена. Так, двумерная. Вот, то есть мы берем матрицу в общем положении, она не вырождена. А, значит, если вы берете матрицы не двумерные, а трехмерные, там, или более высокого размера, здесь ситуация этому отвечает. так, то оказывается, что вот высокий рэнк может быть исключительным. Высокая сложность может быть исключением. То есть в общем положении они имеют более низкий рэнк, и нужно специально придумывать матрицы, которые имеют более высокий рэнк. То есть это абсолютно контринтуитивно, но это то, что в реальности происходит вот в многомерии. Понимаете? Так? Вот. И поэтому на самом деле вот эти примеры, это специально придуманные примеры, а на, значит, большинстве реальных задач работает быстрее. так, но, значит, тем не менее, вот даже там, совсем легко придумать примеры, там, начиная с четырех переменных, и четыре здесь ключевая, ключевая, ключевая вещь, потому что для двух и трех переменных все в действительности просто. Так? То есть три переменных уже человеку трудно считать руками, но компьютеру все еще легко. А для четырех переменных вот возникает такая, например, ситуация. Так, вот конкретный пример, приведенный товарищем Мора, тоже в то время примерно, и наверняка с тех пор было много другого. Вот конкретный пример, возьмем, значит, порядок D-GLEX. Для четырех переменных X, Y, Z, W. И возьмем вот такие три многочлена, значит, X в степени D-1-Y минус Y, значит, Z, D-1, W, значит, X, Y, D-1, минус Z в степени D, X в степени D, Z минус Y в степени D, W, так, и тогда в базисе Гребнера этого идеала, этого идеала, ну, редуцированным, так, значит, редуцированным, так, так, чтобы он стал единственным, чтобы там, значит, есть, но в любом случае это значит, что в любом базисе есть элементы с такой степени, так, есть элемент Z D квадрат плюс 1 на X минус Y D квадрат W, ну рост в степени как, значит, квадрат все-таки, так, ну понимаете, что D в степени 2, это, так сказать, значит, это немножко меньше, чем 2 в степени D, так, то есть, это все еще полинемиальный рост, но максимальный, который там есть, да, 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 то есть, просто можно найти там для примеров и значит, так, но вот так бы он все равно растет, понимаете, то есть, вы стартуете, ну когда D велико, то то есть, сложность вычислений базиса Гребнера, даже на компьютере, очень велика, то есть, больше, чем несколько десятков переменных, ну понимаете, там, скажем, система линейных уравнений, они решаются, значит, если там плотные, то я не знаю, я реально не, значит, не специалисты, не знаю, что сегодня делается там для приложений, но то, что я слышал там на докладах на каких-то, что я видел, значит, решаются, ну там десятки тысяч легкоплотные системы, так, если не символьные, а, значит, а символьные, конечно, поменьше, а если разреженные, там, те, которые реально возникают, скажем, при решении уравнений частных производных, вот во всех приближенных методах, методах, там реально матрицы разреженные, причем специальные структуры, и вот они решаются с такими матрицами системы, там порядка миллионов или даже десятков миллионов неизвестных и уравнений, так, это для линейных уравнений, здесь ничего близкого нет, просто ничего близкого, то есть там десятки переменных, это уже на пределе того, что мы сегодня можем делать, то есть там, а? Да, конечно, это полная задача вообще, считать базис Гребнера, если вы умеете его вместо считать, вы умеете все решать. Конечно, да, конечно, потому что, если вы умеете быстро считать базис Гребнера, то вы, как мы обсуждали, умеете считать, умеете решать любые системы линейных уравнений, как вот мы сегодня увидим, и, значит, еще раз, вот теория исключения, да, значит, вы умеете, конечно, отвечать на огромное количество геометрических вопросов, так, вы умеете решать любую издачу элементарной геометрии, любую, так, тоже сейчас я об этом скажу, о первых приложениях. Ну, наверное, любую, да, вообще задачу, вот, поэтому это должно быть сложной издачей, вы хотите сказать, да? Ну, это доказано, что она сложная. Да, 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 вот, ну, в общем, но то, что здесь происходит, исключение старших членов, если вы посмотрите на то, что происходило в алгоритме Эвклида и в, значит, и в алгоритме Гаусса, происходило ровно это, то есть там мы подбирали коэффициенты, только там в алгоритме Гаусса это были константы, так, а в алгоритме Эвклида один из них равнялся единице, поскольку всегда один из старших членов делил другой, да, так, а здесь, как бы, более общая ситуация, которая одновременно обобщает и то и другое, вот, значит, ну, вот это вот то, что я хотел сказать про алгоритмы, про алгоритм Бухбергера, так, а теперь про первые приложения, самое эффектное приложение для, так, с точки зрения общечеловеческой, это то, что, вот действительно, мы просто узнали канонический вид каждой системы линейных уравнений, ну, и в частности, мы просто для каждой системы линейных уравнений узнали, ответили на вопрос, а? Алгебраических, а я что сказал? Алгебраических уравнений, извините, для каждой системы алгебраических уравнений мы ответили на вопрос, значит, существует, совместно она или нет, мы ответили на вопрос, конечно, у нее число решений или нет, и если у нее конечное число решений, мы ответили на вопрос, как найти эти решения, так, вот это вот, значит, фактическое нахождение решений, называется теория исключения. Этим занимались люди в 19 веке, и основной результат был доказан в 19 веке, но теперь у нас появился практический способ это делать. Понятно, что для систем от небольшого количества переменных, для любых систем, которые вы видели, которые человек может решить, значит просто это все работает прекрасным образом. Итак, первые приложения Байсов-Гребнера. На самом деле, кстати, я об этом потом скажу, Леонид Аркадьевич Бокович называет Байса-Гребнера не Байсами-Гребнера, а Байсами Шершова-Гребнера, потому что на самом деле, прежде чем, это удивительно, да, прежде чем они были построены в коммутативном случае для коммутирующих переменных, они были в 50-е годы, или в самом начале 60-х, но примерно в то же время, чуть раньше, чуть в 50-е годы, были построены Шершовым в свободных алгебрах Ли, которые не коммутативны. То есть свободные алгебры Ли, это, значит, но с теоретикой множественной точки зрения, это, значит, под алгебры в свободных, ассоативных алгебрах, то есть в алгебрах многочленов от некоммутирующих переменных, порожденные коммутаторами, то есть там вместе с переменными, да, входят все Лиевские слова, то есть не всем, а те, которые выражаются, то есть мономы X и Y и Y не входят, но входит их разность, вот, значит, и в этой ситуации Байес и Гребнер уже были известны там с 50-х годов, вот, диссертации Шершова были. Значит, ну, первое приложение, так, ну, мы уже обсуждали какие-то приложения, там, скажем, узнать, принадлежит ли многочлены идеала, узнать, равны ли два идеала, как узнать, равны ли два идеала, ну, вот, у них есть у одного системы образующих, у другого, взяли, построили Байес и Гребнер и редусировали, значит, совпали, не совпали, если в каком-то порядке, если совпали, то, значит, идеалы совпадают, если не совпали, то идеалы разные, удивить надо, да, так, значит, но идеалы, это то же самое, что системы алгебрических уравнений с точностью до эквивалентности, значит, так, Байес и Гребнера, Байес и Гребнера отвечают на вопрос, значит, для двух идеалов, значит, верно ли что, и один равно и два, так, ну, а поскольку идеал, кольца многочленов, так, это, значит, в точности класс эквивалентности систем алгебрических уравнений, ну, тут нужно понимать, что, когда, что такое, что мы хотим назвать эквивалентными системами, конечно, те, у которых решения над любой алгеброй одинаковы, да, да, ну, значит, если поле алгебраически замкнуты, те, у которых решения одинаковы, так, вот, ну, значит, если совсем уж буквально, то, конечно, нужно говорить про радикальные, так сказать, идеалы, но сейчас мы, значит, вот в одной ситуации будем это использовать, так, ну, ну, скажем так, приблизительно, да, то же самое, нужно уточнять, в каком смысле и когда то же самое, так, но это значит, что мы можем узнать, когда две системы алгебраических уравнений эквивалентны, так, ну, на самом деле, конечно, нужно, в этом случае система алгебраических уравнений, что совсем буквально, там, по теореме Гильберта о нулях, которые мы обсуждали, они отвечают все-таки радикальным идеалам, то есть тем идеалам, для которых радикал равен и, то есть, значит, если какая-то степень многочлена принадлежит идеалу, то сам многочлен принадлежит идеалу, вот, но, итак, вот, у нас есть система алгебраических уравнений, так, ну, что нас про нее может интересовать, так, ну, значит, что нас совместно или нет, ну, давайте для простоты будем считать, что поле алгебраически замкнуто, все-таки, чтобы, чтобы здесь было буквально одно и то же, то есть, чтобы выполнялся ноль-штейлин-зетс, так, значит, тогда совместно или нет узнается, значит, простым образом, система несовместна, если она, значит, если, соответственно, если идеал, порожденный этими вещами, единичный, у единичного идеала, редуцированный байс Грёбнер, это единица, так, значит, то есть, несовместно, ну, давайте множество решений, как обычно, обозначим через, обозначим через V от F1FS, так, так вот, V от F1FS, значит, пусто, в том и том случае, когда редуцированный базис Грёбнера идеала состоит из единиц, значит, здесь G это редуцированный базис Грёбнера идеала и равного F1FS, вот, значит, ну, что нас ещё может интересовать? Традиционно другой вопрос, который всегда интересовал народ, это когда вообще, значит, множество решений такой системы, конечно, так, но на это столь же простой ответ дается, так, ответ, который, значит, вполне можно применять, там, на уровне школы, ну, так сказать, просто сформулировав его как рецепт, так, значит, ответ такой, теорема, что это, конечно, в том и том случае, значит, когда в G есть многочлены со старшими членами X и N и для всех, для всех и, ну, для всех, для всех и от единицы до N. Удивительно, да? Так, значит, как в этом убедиться? Ну, это называется нульштейлинзаз, это теорема Гильберта, так сказать, ещё одно применение теоремы Гильберта о нулях, так, а именно, значит, ну, допустим, что конечное число решений. Так, тогда у этого конечного числа решений конечное число значений любой координаты. Правда, да? Так, значит, раз конечное число значений любой координаты, давайте я сотру всё-таки это, так, то это значит, что мы можем построить многочлен от одной переменной, вот этой, которая отвечает этой координате, которая обращается в ноль на всех этих точках. Так, ну, этот многочлен сам не принадлежит, не является следствием нашей системы, но по теореме Гильберта о нулях в сильной форме какая-то его степень не является элементом этого идеала. Так, ну, то есть это значит, что какой-то многочлен в этом идеале есть, у которого старший член – это просто какая-то степень одной переменной. Так, ну, давайте запишем то, что я сказал, ну, или лучше нарисуем, на самом деле. Значит, вот возьмем, зафиксируем одну переменную x и t, а это все остальные переменные. Вот возьмем конечное число точек, посмотрим на их проекции. Так, вот у нас получилось конечное число значений. Там с номером l. Значит, конечное число значений этой координаты для всех точек С, для всех решений этой системы. вот, ну, построим многочлен f, равный x и минус а1, x и минус а1, x и минус а1. Ну, тогда очевидным образом, значит, fc равно нулю для всех таких С. Так, для всех вот таких С, да, как здесь. Вот, ну, это что значит? Это значит, что… Понятно, да? Это значит, что существует h, такое, что f от h принадлежит идеалу, порожденному f1, fs. Так, ну вот, а это и, 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 конечно. Вот, а у этого многочлена, значит, старший член x и… еще там, x и в степени l на h, правда, да? Ну, плюс что-то меньше. Ну, вот и все. То есть, значит, мы построили для каждого… Он же должен быть в базисе Грёбнера или самого в идеале. А? Ну, мы доказали, что он в идеале пока. Мы доказали, что он в идеале, да. Но, значит, в базисе Грёбнера он есть, потому что, значит, ясно, что вот такой член может делиться только на член старший, который является степенью x и того. А поскольку базис Грёбнера должен порождать, значит, идеал… Старшие члены элементов из базиса Грёбнера должны порождать идеал старших членов, то среди них должны быть такие, которые делят вот это. Согласны, да? А делить это может только другая степень переменной x. Значит, в базисе Грёбнера есть… То есть, мы просто находим редусерный байс Грёбнера, если там нашлось, значит, для каждого… А, я в обратную сторону не доказал. Но в обратную сторону это доказывается так, что у нас просто, так сказать, по каждой переменной конечное число возможностей. Ну и значит… А? С теорией исключений будет вытекать, да что по… Но по одной… Мы их как-нибудь упорядочим? Так, тогда, значит… Если мы их правильным образом упорядочим, то… Одно там будет содержать только… Так, вы хотите сказать, что я должен сказать что-то? В общем, если мы упорядочим чисто лексографически, то тогда, значит, под последние переменные могут лежать только, так сказать… Мы получили уравнение относительно одной переменной, которая имеет конечное число решений. И для каждого из них дальше то же самое. А, угу. То есть, оно достраивается до конечного числа решений по предыдущей, до конечного числа решений. Так, значит, именно ровно потому, что там каждый раз будет находиться, значит, многочлен, который, значит, когда мы оставляем одну последнюю не исключенную переменную… Так, значит, мы в эту сторону доказали, да? А в эту сторону, значит… В эту сторону давайте вообще тогда обсудим теорию исключения. Значит, обсудим теорию исключения. Это так, разумеется, но, значит, сейчас… Давайте подробнее обсудим, почему это так. И это, видимо, то место, где нужно делать перерыв, если делать вообще, да? Так. Значит, ну вот давайте, чтобы доказать в обратную сторону, вообще поймем такую вещь. Поймем, что такое теория исключения. Вот теория исключения – это вот что такое. Значит, тут было написано две задачи. Так, а вот, значит, в решении системы алгебраических уравнений еще одна задача – это задача исключения. Значит, исключения в общем виде – это вот что такое. Это вот у вас есть идеал в кольце многочленных потанок переменных. Так, и предлагается найти то, что называется М-то исключающий идеал. Так, ну как его обозначить? Значит, это… Значит, это… Значит, это… Элиминейшн… Исключение – это эллиминейшн. Эллиминейшн… Это пересечение идеала из… k от x1, xm плюс 1, xn, то есть, значит, вот найти этот идеал, это значит исключить первые m переменных, то есть, значит, переменные x1, xm. Вот, и оказывается, что, так, ну и понятно, что если мы исключаем все переменные кроме одной, мы получаем уравнение сет на одной переменной, уравнение сет на одной переменной, если оно не нулевое, если оно вообще есть, так, то оно имеет конечное число решений, то есть, вот здесь говорится следующее, что когда, помните, мы рисовали картинку, да, для мономиальных идеалов, вот здесь говорится следующее, что чтобы было конечное число решений, вот эта картинка должна доходить до всех координатных гиперплоскостей, до всех, чего, до всех координатных осей, до всех координатных осей, то есть, там что-то еще может быть по дороге, но это уже не важно, так, конечность гарантируется тем, что доходит до, так сказать, всех осей, а если мы не дошли до оси, то бесконечное число, так, то есть, вот, вот такой вот, если идеал получился такой, то конечное число решений, а если, значит, идеал получился вот такой, так и, значит, здесь, то бесконечно, вот, значит, первая перемена, вот оказывается, что для чисто лексикографического порядка, это просто делается сразу, значит, если рассмотреть лекс x1 больше x2 больше и так далее, так, то тогда, значит, то тогда вот этот elimination ideal порождается просто частью базиса, вот пусть g это у нас редуцированный базис грёбнера, грёбнера и относительно этого порядка, значит, тогда теорема помните, как мы решали систему линейных уравнений по галстам, мы вначале, значит, исключали неизвестные и доходили до последнего уравнения, которое зависит от наименьшего числа переменных, которые могут быть и неизвестными, и получалось либо оно, значит, в него входила одна неизвестная, так, и тогда, значит, оно просто имело единственное решение, вот, либо получалось, значит, уравнение, в котором была ни одна неизвестная, последняя, из которого же ничего исключить нельзя, тогда бесконечно много решений, так, значит, но в любом случае мы проделывали прямой шаг исключения, то есть получали уравнение, в котором наименьшее количество неизвестно, а потом мы делали подстановку, обратный шаг, это вот то, что называется продолжение решения, так, вот это вот сейчас мы обсуждаем прямой шаг, то есть, так сказать, исключение неизвестно, теорема, значит, E, M, A, I порождается G, M, где G, M, это пересечение G, C, K от X, M плюс один X, M, правда, удивительно, да? Ну и причем, очевидно, это будет Байсом Грёбнера, поскольку там никто ни на кого не делится, редусированным Байсом Грёбнером. Никакие старшие члены, никакие члены не делятся на другие, то есть это просто часть. Так, но доказательство понятно, да? Значит, доказательство такое, значит, что любой член, по определению порядка, любой член, содержащий X1, XM, значит, старше любого члена, их не содержащего, значит, поэтому, если старший член G принадлежит, а G принадлежит G, принадлежит K от XM плюс один XM, то G принадлежит K от XM плюс один XM, понятно, да? То есть вот отсюда сразу следует, что, значит, просто в таком порядке кусок Байса Грёбнера, который попадает в это кольцо многочленов, которое не зависит от первых M переменных, является базисом. То есть, если какой-то многочлен попал туда, то он выражается через соответствующую часть. Он не может содержать, значит, если его старший член попал туда, так, то что? То он не может содержать ни одного члена, зависящего от предыдущих переменных, и, значит, он должен принадлежать идеалу, порожденному вот той частью Байса Грёбнера, которая, ну, поскольку это Байс Грёбнера, там никаких сокращений нет. То есть мы, значит, старший член, мы берем часть начала Байса Грёбнера, у которых, значит, старший член содержит какую-то из переменных из K от XM, так, и мы взяли многочлен, у которого старший член не содержит X1, XM. Он не может делиться ни на один из, понимаете, да, ни на один из тех старших членов, но, значит, он обязан делиться на какой-то из старших членов, многочленов, не содержащих X1, XM. Вот и все. Так, то есть вот это значит, что если мы нашли для этого порядка редуцированный Байс Грёбнера, то мы автоматически нашли вот эти самые eliminating ideals, как это по-русски, исключающие идеалы. Сейчас и же M-ты являются для них? Байсами Грёбнера, очевидно. Очевидно, являются Байсами Грёбнера. Так, то есть, и это значит ровно следующее теперь. Так, это значит ровно следующее, что как решается система алгебраических уравнений? Таким образом, как фактически решается система алгебраических уравнений. Мы исключаем все неизвестные, кроме одной, в каком-то порядке. И вот здесь порядок исключения очень важен, потому что от порядка исключения катастрофическим образом может зависеть степень того, что получается в конце. Понимаете, да? Так, порядок исключений очень важен. Но когда мы исключим все, кроме одной переменной, то мы получим последний исключающий идеал EN-1 от I, значит это будет идеал в конце многочленов от N-ты переменной. Так, если у нас этот идеал не равен чему? Если он не равен нулю, правда, то у нас есть нетривиальное уравнение, а цвет на последние переменной, которые имеют конечное число решений. Теперь мы подставляем эти решения и получаем точно такую же задачу для переменных в количестве на одну меньше. Решение и конечное число. Так, а переменных N-1. Ну все, мы исключаем все, кроме N-1. Понятно, да? Так, значит и… Если единица, то нет решений. Нет решений. Это нас устроит. Нет решений – это конечное число решений. А если, значит, если равен нулю, то тогда XN – просто свободная переменная, она, так сказать, не имеет, тогда заведомо бесконечно. Так, значит, допустим, не равен нулю. Тогда конечное число решений. Мы их подставляем, вот в исходные многочлены, на последнюю позицию. Получаем… Так, вот здесь у нас есть многочлены. Значит, если… Но вот G – это многочлены отсюда не равны нулю. Так, G не равен нулю, то он имеет конечное число корней. А1, АЛ. Так, посмотрим теперь на многочлены F1 от X1, XN-1, А1. Равно нулю, F1 от X1, XN-1 от АЖитого, равно нулю. А, значит, АЖи равно единице L. То есть тогда все решения нашей системы содержатся среди решений вот таких вот L-штук систем. А эти все системы от на единицу меньшего числа переменных. Конечное число системы от на единицу меньшего числа переменных. Для них мы делаем то же самое. Мы исключаем все переменные кроме одной. Либо нет решений, либо… Либо это переменная свободная тогда бесконечное число решений, либо мы ее также исключаем и получаем следующий шаг там. И вот это вот и есть для качества того, что здесь было рассказано. Может быть, да, конечно. Потому что, может быть, одна переменная свободная? Разумеется, да. Да. И это вот и есть основной вопрос. Это то, что вы сейчас спросили, это называется вопрос продолжения решений. То есть, если мы нашли решение по каким-то переменным, это совершенно не значит, вообще говоря, так, что эти решения можно достроить до настоящего решения системы. Может быть так, что вот у вас две переменных, так, значит, по одной переменной там уравнение, ну, грубо говоря, там, x равно x, да, а по другой x равно x, а по другой переменной там уравнение y равно нулю, y равно единице. Вот вы рассматриваете это как системы уравнений. Да, так сказать, по x решение будет все, а по y ничего, поэтому ничего. Так, то есть, вот грубо говоря, понимаете, да, нулю это значит, что вы когда исключили, у вас получилось, что уравнений, зависящих от этой переменной, нету, что по этой переменной может быть, что одна из переменных исключается вообще, что от нее вообще ничего не зависит, поэтому у нее произвольны. Как это называется там в науке? В линейной алгебре, это называлось свободная переменная, да, которая может придавать любое значение, это достраивается до решения системы. Но там всегда достраивалась, а здесь нет. Вот, значит, ну, а на самом деле интересный вопрос такой, теорему мы доказали, да, а интересный вопрос такой, а когда же достраивается? Вот эту теорему я не буду доказывать, это теорема 19 века, это основная теорема теории исключения, так, значит, которая доказывается с использованием, ну, обычно это качество используют, что-нибудь там типа результатов там и так далее. Так, и это как бы я вам не рассказывал в общем курсе и сейчас мне рассказывать не хочется. Я один раз, по-моему, это рассказывал как-то, но я рассказывал типа в общем курсе для все-таки системы от двух переменных, там что-нибудь в таком духе, чтобы не писать формулы в общем случае. Так, для системы от двух переменных это, по-моему, обсуждается в учебнике Фадеева, заведомо более простой случай. Так, а вот обратный ход, значит, решение системы, это то, что называется продолжение решения. Так, вот прямой ход это исключение, так, а обратный ход это продолжение решения. Нет! Абсолютно! Мы, значит, нам никто не гарантирует, что мы исключили одно неизвестное, узнали, что по это неизвестное количество число решений. Да, дальше? А, да дальше у вас бесконечное число, и мы не знаем, что представляете, и все же конец. И мы дальше не знаем, есть ли вообще, может ли для данного решения, вот это вот, для данного значения по последней неизвестный. Мы можем, конечно, также проверить, подставить, проверить, совместной системы или нет, мы умеем. Но как, значит, дать критерий... В смысле, не алгоритм делать, или что? Не алгоритм, да, алгоритм, да, 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 конечно. Алгоритмом это является. Но алгоритм не говорит вам, значит, когда для данного, данных значений там последний неизвестный, правда, значит, у вас это продолжается до решения. Так, ну вот вы нашли значение, значит, вы нашли, скажем, там, А, как я это обозначаю? Значит, АМ плюс 1, АН, значит, такие, что? Такие, ну, которые принадлежат В от, В от ЕМ, а ты? Так, ну, вопрос такой, значит, существует ли АМ из К такое, что АМ, АМ плюс 1, АН принадлежит В, Е, М минус 1, а ты? Ну и понятно, что если мы можем делать один шаг продолжения, то мы можем потом это довести до конца, правда, да? Так, значит, так вот критерий в том, можем ли мы сделать один шаг. Вопрос в том, можем ли мы сделать один шаг. Поэтому мы можем считать, что просто у нас та переменная, на которой мы продолжаем, она ровно одна. Так, значит, давайте посмотрим на следующее. Посмотрим на следующее. Рассмотрим просто исключающий идеал, который исключает только одну неизвестную, первую. Так, и допустим, что мы уже достроили до, нашли решение, которое удовлетворяет, ну, по которому мы знаем все координаты, кроме первой. Вот можно ли его продолжить? Вот критерий того, что его можно продолжить, состоит в следующем. Так, и вот это основной результат теории исключения, значит, теорема продолжения. Это основной результат теории исключения 19 века. То есть им не хватало только умения, нет, они как-то находили и исключающие идеалы при помощи результатов там и так далее, но гораздо сложнее. Вот, значит, теорема такая, что пусть у нас есть идеал И, порожденный многочленами от N переменных. Так, и рассмотрим первый исключающий идеал. Так, значит, тогда давайте сделаем следующее. Давайте все эти многочлены, значит, запишем следующим образом. ФИТ равно G от X2, Xn, G и Т, на X в степени N и Т, X, 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 X первое. так плюс члены меньшей степени по степени по x1, так и пусть у нас уже есть точка, вот есть точка в исключающем идеале. Точка в множестве решений системы алгебраических уравнений, но отвечающая исключающему идеалу, то есть мы нашли решение по всем остальным, так, значит, можно ли продолжить это решение до существует ли А1СК такое, что А1А2АН принадлежит ВА1. Так вот, то, что сейчас сказано, это, значит, в одну сторону работает точно, в другую сторону, это интересный вопрос, это интересный вопрос. Значит, если А2АН не принадлежит, не является, в общем, если не все из многочленов обращаются в 0, то А1 существует. То можно продолжить. Понятно, да? То есть, вот это уже абсолютно конкретный ответ, который дальше не требует никаких уже вычислений. Так, но, значит, в этом случае в классической теории они вроде бы строили просто… это А1 получалось как там из некоторой формулы, ну, которую невозможно ни посмотреть, ни… вот из определителей некоторых. Так, ну вот, ну, по крайней мере, вот все это вместе дает полный ответ на вопрос, как решать систему алгебраических уравнений, там, если у них конечное число решений. То есть, если конечное число решений, то мы можем просто их решить. Так, значит, если у них бесконечное число решений, то что можно… на какие вопросы ответить? Можно ответить на вопрос о размерности. Так, причем ответ на вопрос о размерности, он… он проще, он не требует нахождения всего Байса Грёбнера. То есть, он выполняется быстрее, чем… понимаете, да, быстрее, чем фактическое решение. Размерность находится, да? Так, значит, можно ответить на вопрос, там, найти неприводимые компоненты. В, А, Т, ну и так далее. На большинство геометрических вопросов. Вот, а теперь самое забавное. Значит, самое забавное с точки зрения классических приложений. Что на самом деле, вот, мы здесь все время говорили про систему алгебраических уравнений. Но классический народ, и не только классический, а и сегодня во многих технических приложениях, значит, народ интересуется в действительности системами не только алгебраических уравнений, но алгебраических уравнений и неравенств. То есть, возьмем в качестве нашего поля, вот не поля комплексных чисел, не алгебраически замктое поле, так, а поле вещественных чисел. Так, тогда, значит, если вы откроете какую-нибудь хорошую современную книжку, там, по теории Байсов-Гребнера, так, значит, решение системы алгебраических уравнений и неравенств на Д. Так, значит, вот вы, значит, можете писать, там, не только, что f это равно чему-то, но вы можете писать, что f это, там, от x1, xn, больше либо равно чему-то. Ну, или что самое, меньше либо равно чему-то. Так, значит, а не только уравнений, строго больше, там, что угодно. Вот, значит, и понятно, что масса классических задач и масса сегодняшних технических приложений, там, ну, в огромном количестве техник, например, проводятся приложения к робототехнике, там, ну, понимаете, всякие вещи, которые в шарнирчиках там сгибаются где-то, да, так, имеют какие-то степени свободы, ну, вот это ровно значит, что рассматриваются какие-то вот такого типа ограничения. Так, а вообще вся классическая геометрия, которая в школе изучается, она вся носит такой характер, она вся полиномиальная. Там, значит, в классической геометрии нет ничего, кроме, там, значит, прямых плоскостей и так далее, которые задаются линейными уравнениями, так, окружности, которые задаются квадратичными уравнениями, там, ну, я не знаю, что еще бывает в элементарной геометрии, ну, допустим, там, параболы или еще что-то, так сказать, но это все задается уравнением, причем уравнениями небольшой степени. Так, значит, ну, вот, что говорится там в элементарной геометрии, ну, говорится, что три каких-то прямых пересекаются в одной точке. Так, там три, ну, не знаю, там, медианы, там, треугольники или что-нибудь такое. Так, значит, но во всех этих задачах, там, кроме равенств, ну, пересекаться в одной точке – это алгебраическое уравнение. Так, но там, кроме равенств, еще используется неравенство, типа, лежат по одну сторону – это неравенство. Так, значит, тем самым, что такое теорема школьной геометрии? Это такое утверждение, что вот у вас есть набор алгебраических уравнений и неравенств. Это условие. И заключение – тоже набор алгебраических уравнений и неравенств. Так, но мы тут изучили, что, так сказать, мы можем это узнать всегда. Значит, то, что, так сказать, равенство заменяется на неравенство, это никаких, значит, никаких ограничений дополнительных не накладывает. Мы все равно должны искать базис Гребнера вот этой, значит, системы. Мы должны смотреть на левые части, а потом уже истолковывать, там, придавать смысл, так сказать, равенствам и неравенствам, поскольку мы найдем базис Гребнера. Но это все вот излагается тоже там в любых современных книжках, так, показывается, что, ну, вот всю такого рода геометрию просто можно запрограммировать, ну, понимаете, в пространстве любой размерности, так, то есть, значит, можно изучать, доказывать всякие, так сказать, теоремы, там, типа теоремы Морли. Кто тут у вас сформулирует ее, что, типа, если приведет, там, три секции угла, да, то вот точки пересечения ближайших, да, они образуют равномерный треугольник, равносторонний треугольник, там, что-нибудь в таком духе. Знаете такую теорему, да? Ну, чем заканчивается геометрия в школе? Вот, доказывается, там, такой теоремы. Уже понятно, что после этого, там, значит, вся, так сказать, все дальнейшее изучение этой науки становится абсолютно бессмысленным. Так, ну, и там, значит, если правильно выбрать какие-то точки пересечения, нужно выбирать, я сейчас уж не помню, что, так сказать, ближайшие, вот эту, вот эту, и вот эту, что ли, должен получиться равносторонний треугольник, но, видимо, я плохо делил на три части. Так, значит, вот, ну, вот, там, обычно народ изощряется, там, придумывает элементарные доказательства. Какие элементарные доказательства, когда у вас тут Байса гребнули, все, так сказать, значит, понятно, да? Решаем, мы, так сказать, все записываем алгебраически. Вот, значит, и, наверное, последнее, что я хочу сказать, сейчас я хочу перейти к дифференциальной алгебре, к интегрированию, значит, функций. Последнее, что я хочу сказать, это удивительная теорема Штурмфельса, которая утверждает вот что. Мы говорили тут, что Байс и Гребнера зависят от, значит, зависят от порядка на маномах. Оказывается, не сильно зависят. То есть, для, значит, порядков на маномах бесконечное количество допустимых, так, но они при этом порождают, значит, только конечное число, возможных Байсов Гребнера. Так, и это значит, что существует существует Байс из Гребнера, который является Байсом Гребнера для всех вообще порядков. Универсальный Байс из Гребнера. Поверить в это невозможно, но в действительности это просто теорема Гильберта о базе, с ничего больше. То есть это показывает, что, так сказать, следствие из, значит, очевидных утверждений уже могут переставать быть столь же очевидными, правда, да? Так, значит, вот теорема Штурмпельса Остается следующим, что существует только конечное число Различных редуцированных Байсов Гребнера для всевозможных порядков. Так, значит, теорема Штурмпельса Ну, можно так сформулировать. Существует универсальный Байс из Гребнера, ну, нередуцированный тогда. Ж Идеала И Который является Байсом Гребнера Для всех порядков Всех допустимых Порядков на мономах Ну, вот доказательства теоремы Гильберта О'Байси Примерно в таком варианте Значит, посмотрим на Значит, вот у нас есть идеал Тогда выбор базиса сопоставляет этому идеалу Идеал, который мы обозначили Эль от И Это идеал, порожденный старшими членами Ну, старшими мономами Относительно этого порядка Значит Всех многочленов, принадлежащих Принадлежащих И Так, вот этот идеал зависит от порядка Так, так вот Значит, утверждение Что в действительности Вот этих идеалов Конечное число Так, и теперь понятно, что будет Идеалом Байсом Гребнера Значит, их конечное число Мы берем в каждом из них конечный базис Берем многочлены с такими старшими членами Объединяем и, так сказать Так, почему их конечное число? За счет доказательства Ну, предположим, нет Бесконечно много Так, и тогда Значит, что нужно брать? Тогда нужно брать Значит Идеал, который принадлежит Ух! Нужно брать Взять многочлен Который принадлежит Бесконечному числу Так, значит, а потом А потом достраивать То есть взять Значит, F1 принадлежит Бесконечному числу Ну, нет, F1 Возьмем F1 Такой, что Вот его Лирий Маномер Принадлежит Бесконечному числу L От И Так, и значит Как строить F2? Каким свойством нужно строить F2? Так, значит Значит, F2 Нужно строить Значит, F2 Нужно строить так Что Он Ни один из членов Ни один из его членов Не делится На старший член F1 А? Почему есть такое F1? Потому что Потому что Потому что F1 Берется из Если мы сказали, что их бесконечное число А, вот из И Да В смысле, что их бесконечное число Вот Значит Теперь взяли F2 Который ни один из членов Не делится На Вот это Так И тогда Значит Почему Это можно продолжить А Значит Потому что У него конечное число членов И один из них содержится Что это В смысле Старший член F1 В соответствующем Порядке Лежит в соответствующем Лежит в соответствующем Лежит в соответствующем Так Нужно брать Какой-то член Значит Какой-то член Какой-то член F2 Лежит В бесконечном числе В бесконечном числе Так Ну и Значит Что теперь Мы хотим Мы хотим Теперь Значит Построить F3 Значит Мы будем строить Мы будем строить Просто такую цепочку То есть Старший член Потом Какой-то член Ну и так далее И дальше Каждый раз Достроить Какой-то член Поскольку Их бесконечно много Понятно Понятно Да Ну и дальше Значит мы тоже Редусируем Отсеть на вот этих Вот Это значит Такая цепочка Оборвется Ну значит Только в конечном числе Вот Ну и пожалуй По времени Я извините Должен Закончить Мы уже перебрали Время на это Значит Ну А про все Обобщения Я вам же конечно Рассказывать не буду Я думаю Что мы может быть Обсудим Потом в конце Как семинар Обобщение Байесов Гребно Расскажем На многочлены С целыми Коэффициентами На не коммутирующие Вот уже Такие специальные вещи Может быть Интересно Это Интереснее Раздать в качестве Докладов Да И изучить Понимаете Да В качестве Докладов На сегодня Все